Всем привет, с вами первый зимний подкаст Europe Design, сегодня 1 декабря и все такое первое. Такие темы у нас сегодня главные. Подведем небольшие итоги Chrome Dev Summit 2014. Поговорим про браузер будущего от Яндекс. Да, и про бету нового дубльгисика на десктопные системы. Погнали. Так, ну про Chrome Dev Summit можно долго говорить. Но лучше не говорить, потому что оно все такое. Потому что я вкладки не открыл. Будем на ходу сейчас делать. Про Chrome Dev Summit. Давай. Несколько постов было про ребят, которые там были. Вот здесь Майкл Би, Блейк и Крис Койер тоже писал про него. Но вы, наверное, все это уже знаете, но тем не менее. Я попытался найти какой-то такой большой саморепост от гугла, но не нашел. То есть, видимо, кто не успел, тот опоздал. Кто не пришел, тот не знает, что там было. Но на самом деле они, по-моему, сделали плейлист на YouTube, чтобы можно было все выступления просмотреть. Но тем не менее. Я почему-то об этом думал, что это будет что-то такое более конференция веб-стандартах. То есть, типа как CSS Conf, там вот что-то такое. Но здесь на самом деле все, к сожалению, только Chrome посвящено. Android, Chrome, OS и так далее. То есть, практически ничего интересного. Но косвенно Google, конечно, влияет вообще на все, что происходит в веб-среде. И тем не менее. Поэтому стоит сказать. Ну, в общем, они очень много все говорят про mobile web performance. То есть, все сейчас стремятся к вот этим заветным 60 FPS, когда мы... Глаз не видит каких-то задержек, лагов. И все нам кажется очень плавно. То есть, в два раза больше, чем по телеку, да? То есть, у нас 100-герцовые телевизоры тоже, они как раз это и делают. Они кадры просто дублируют, чтобы 60 FPS получилось. Нам казалось, будто это все вот во дворе у нас происходит. Ну, как бы то ни было, это очень тяжело, особенно в условиях мобильных устройств. Потому что, ну, процессорные ресурсы ограничены, батарея тоже ограничена. Вот тут с помощью GPU как-то это все сделано. Здесь сказано, что, чтобы обеспечить 60 FPS, нужно, чтобы 16 миллисекунд каждый кадр длился. То есть, нужно за 16 миллисекунд какие-то вещи подгружать, какие-то проделывать. Ну, тут, естественно, пишется о том, что, если говорить о CSS-анимациях, то Transform и Opacity очень хорошо анимируются, остальные свойства погано. Поэтому Google сейчас это меняет, меняет поведение в движке Blink. Но это очень сложно, потому что другие браузерные вендоры могут не успевать за этим всем. И мне кажется, здесь когда-то давно было разделение между браузерами. То есть, они были прям катастрофически разные. Потом, в какой-то момент, в году, так, наверное, в 2011-2012, когда появился Chrome, все более или менее за ним подтянулись. И теперь они опять пытаются уйти вперед, оставив всех позади. Но ценой того, что веб не будет таким уж одинаковым для всех, ну, мне почему-то кажется, что это минус. Ты вот, Никит, как думаешь? Мне кажется, это плюс. Ну, нет, конечно, минус. Потому что, ну, вот они будут пытаться диктовать какие-то свои условия, но Apple, у них денег хватит просто их купить и закрыть, просто чтобы поржать. Поэтому, ну, я не знаю вообще, чем это закончится. Но вот они про свой полимер много говорили. То есть, полимер — это библиотека. Не знаю, тут есть про нее. Да, вот. Полимер — библиотека для работы с веб-компонентами. То есть, оно объединяет в себе Shadow DOM, кучу еще всяких штук, про которые я не имею никакого понятия. Ну, короче говоря, это код в коде. То есть, какие-то компоненты браузера, которые сразу не подгружаются, но они есть в самом браузере. Их тоже можно делать. То есть, типа, инкапсуляции некоторые в HTML. И вот полимер — это библиотека, которая позволяет с этим работать проще. То есть, кроме всех вот дефолтных решений, которые уже есть, 123 килобайта они занимают, полимер — 15, а газипнутый — вообще 6. То есть, вот они пиарят очень сильно свою библиотеку. Говорили про manifest.json, то есть файл, который мы кидаем в корень сайта, в котором написано очень много информации, которая в хэде, в теге хэда указана. Там тайтлы всякие, стили и так далее, фа в иконочке. Все вот это можно указывать теперь в manifest.json, но не можно, они над этим работают. Ну и, естественно, это будет работать на андроидах и в хроме. Я не знаю, будут ли другие браузеры подтягиваться за этим. Но вот это все странно. Они делают какие-то классные штуки, делают их только для себя. Ну, может быть, они пытаются рынок так отожрать, но я думаю, у них достаточно уже рынка. Скажем, что Polymer будет в версии 1.0 во втором квартале 15-го года. Не, ну это просто их никто не поддерживает. Так, если бы другие кто-то поддержали, просто не хотят играть по их правилам. Ну, они, я думаю, ожидали этого, но все равно не опираются. И они вот все пишут о том, что они хотят, чтобы весь экспириенс на телефоне и везде, он был как приложение. И поэтому они вот хотят, чтобы веб-приложение каким-то образом попадали в магазинные приложения. То есть в App Store или Play Store. Но они вот сами от себя Chrome в App Store и Play Apps хотят вот типа совместить. Ну, это такая аналитика и планы на будущее, но тем не менее. Но мне почему-то кажется, что это наоборот ужасно. То есть если не будет никакой премодерации, я смогу сделать свое веб-приложение, попасть в магазин. Ну, хотя на Android и так ее нет, там такое и происходит. Но это будет вести к большим количествам security дыр. И вообще это, по-моему, ну, кошмар. Не знаю. Вот это все странно, но... Крис Койер, он более оптимистичный. Да хотя и вот этот чувак оптимистичный. Только я не оптимистичный. Но тем не менее. Он здесь писал о каких-то конкретных вещах. Я ссылки ему приложил в описании к видео. О том, какие тут конкретные штуки. Ну, тут вот мета-свойства всякие специфические именно для хрома. То есть, ну, прикольно, что они будут. Но мне кажется, веб-разработчики, они не будут хотеть делать дополнительную работу, чтобы как-то под хром это все оптимизировать. Только если им за это отдельно не платят. Ну, не знаю. Это некое будущее все равно. Кстати, у них на самом сайте есть как раз вот демонстрация того, как это работает в 60 FPS. То есть, я вот жму, и мне хоп, и вот так вот красивенько это все всплывает. По материал дизайну все честно. Это сейчас мы видим 60 FPS, типа? Ну, посмотри, оно достаточно плавно всплывает. То есть, даже на Safari, на котором, даже на моем ноутбуке, на котором все традиционно, ну, как бы подтормаживает. Здесь все очень классно выглядит. Угу. То есть, ну, вот, да. И они работают над... О, Господи, сейчас надо ногу назад очень сделать. Вот, пересеку я работаю в этом пласте. WebAnimationAPI они пишут. То есть, он будет не как смел движок со свиджи-анимациями, но будет работать через JavaScript какими-то своими методами, вот, WebAnimationAPI. Ну, у них будет вот дефолтный метод анимейт, как в jQuery и Velocity. То есть, чтобы он был уже в Chrome работал. Ну, опять же, насколько это будут другие вендоры все это принимать, не знаю. Но они пишут, что смел им не позволял сделать 60 FPS, а их собственные наработки делают, типа, намного более плавные анимации. Ну, кроме шуток, сделаны, конечно, классно они. Ну, посмотрим, к чему это все приведет. Но мне почему-то, мне страшно, что большая часть какой-то аудитории обособится вот так в хроме. Все у них будет такое свое. И будут отдельно сайты, знаешь, хром-френдли и все остальные. Ну, да. К открытости веб-стандартов это вообще никак не ведет. То есть, это какой-то... Ну, я думаю, все равно на Best Buy, на Амазоне не сделают такие красивые всплывающие картинки в 60 FPS. Ну, понятно, что... Да, да не только Best Buy, а Амазон. Вот на Blizzard мы с тобой сегодня были. Там у них тоже такой полностью нарисованный сайт, какие-то там всплывания. Они хотят, чтобы им деньги заносили. Даже ребята на XP, видимо, поэтому... В общем, это все сложно, но, видимо, какие-то вот такие гиковские штуки будут это использовать. Там все равно все на хроме и так сидят. Ну, давай нашим новинкам уже более российским будем говорить. Хотя я не знаю, насколько это близко к России, но тем не менее. В общем, Яндекс, наверное, все уже знают, что представил альфа-версию своего будущего браузера. Браузера будущего, так скажем. И они даже это называют, чтобы это будущее отсутствие интерфейсов браузера от Яндекс. То есть, они хотят избавиться, максимально избавиться от всего интерфейса, который есть в браузере. И сделать все минималистичным таким, чтобы все было посвящено только сайту, на котором вы находитесь. Ну, я так понимаю, они у всех интерфейсов имеют такое будущее. То есть, не только... Ну, я так тоже мельком читал пост, что они думают, что все интерфейсы к этому идут, и они вот хотят быть в первых рядах. Ну, да. Ну, это уже было, на самом деле, представлено в Safari на Yosemite. То есть, прозрачные какие-то там интерфейсы и так далее. Вот даже вы сейчас видите, да. Вот они тут, да, вон там голубенькие. Но, давай, может быть, откроем тогда Яндекс. Мы его поставили, его можно установить, альфа-версию. Вот, он выглядит так, и здесь есть красивые, так скажем, фоны, бэкграунды, которые перемещаются. Их можно менять пока что. Есть анимационные даже, и они сразу кулера очень сильно заставляют крутиться. То есть, у меня здесь нет дискретной видеокарты. У меня здесь Intel какое-то HD говно 3000 или там 2000 даже работает, поэтому он надрывается, ему не очень. Но даже если бы была дискретная карта, ну, у меня бы заряд батареи также в пол упал просто, и все. Поэтому я не вижу в этом никакого смысла. Я вот выбрал какую-то тут статичную. Ну, да, наверное, статичную. Потом, возможно, можно будет свои картиночки подставлять, я надеюсь, когда уже это будет не альфа-версия. И, собственно, поиск Яндекс, и все через этот поиск. Нет никакой строки адреса, как мы привыкли это видеть, да. То есть, просто Яндекс поиск, который можно сменить, конечно, на Google и так далее, но, тем не менее, да. Ну, в настройках все это можно поменять. Вкладочки снизу открываются. Да, вкладочки перенесли вниз, отчего у всех жесткий бадхерт. Ну, да и у меня в том числе. Да, да, ну, вот я просто из-за того, что недавно мы задумывались, мы будем говорить вот скоро, вот последняя тема у нас будет сайт, и мы недавно задумывались, как можно просто вынести сайт вниз в панель, вот у меня на Windows, например, в панель задач. Вот здесь примерно так и представлено, что у вас есть панель задач и есть вкладки, которые внизу находятся. У меня YouTube сейчас завис на какое-то время. Ну, вот, поэтому, ну, вкладки внизу, да, вот так будет, они действительно группируются, если открыть там 100 вкладок на ВКонтакте, вот. Давай, давай на YouTube 100 вкладок откроем. Давай, да, да даже не 100 открою там. Да, у меня 2 открою, хорошо, или 2 не будут, нет, 2 тоже сгруппировались, вот там точками показано, что их 2, но я так понимаю, когда их 10, их все равно 3 показано, просто что много. Да, да, да. Да, да, он прозрачный. Это, конечно, прикольно, вот на такого типа сайтах, да, которые фуллскрин хеддер показывают. Ну, может быть, даже это здорово, но вот касаемо этих вкладок, мне кажется, уже вот просто дети рождаются, и они рождаются с пониманием того, что вкладки, они сверху должны быть. Это юзабилити принцип, который уже у всех просто в крови. Ну, да, главной проблемой станет, скорее всего, то, что некоторые люди используют на работе один, там, браузер, там, дома другой, поэтому они будут постоянно перепривыкать. Ну, просто не будут использовать. Мне кажется, пользователей не обманешь в этой ситуации, то есть если какая-то тема не нравится кому-то, он просто ее не будет использовать, и все, ты не заставишь, и ничего не сделаешь, поэтому, ну. Ну, наверное, в Яндексе ребята что-то поняли, я так понимаю, вот тот пост, который на хабре, он длинный пост, там читать, не перечитать, мы, естественно, весь его не читали, потому что там, ну, в любом случае, это реклама, все хорошо у нас в Яндексе, бла-бла-бла. И там самое главное, что, нет, ну, то есть я пробежался, но там мелочи, я так и не понял, а они остались на движке на этом же? Ну, они же уже его, они как его форкнули, блинг, и хромиум, точнее, так, и кучу всего уже переписали. То есть это уже практически Яндекс-движок? Ну, это практически, да, то есть, но он за счет этого во многих каких-то бенчмарках и каких-то еще метриках лучше результаты, чем хром показывает, и этим гордятся, то есть даже вот пресловутая диктовка, о которой все говорили, там, speech recognition, ну, в хроме нет такого, конечно, поддержки русского языка, дичайшей, как здесь, это все прям, ну, они работают, но вот это, мне кажется, они агрессивно, стали себя как Google вести, экспансию на рынок какую-то делать, заставлять всех пользоваться своими сервисами, ну, они, конечно, и неплохие, но просто все равно, не знаю, мне кажется, это агрессивная политика, лично меня она отталкивает, потому что я ранил, и просто какой-то человек. Она забирает тех людей, которые не знают, что делать в интернете, а таких большинство в основном. Ну, да, это очень конверсионно. То есть, когда ты знаешь полностью, что ты хочешь от браузера, от всего, от всего, ты, там, пользуешься, я не знаю, Firefox, Netly Build, вот, ну, вот, а когда ты не знаешь, тебе это спокойно, ты это не поймешь, что это браузер, там, Яндекс или чего-то там, ну, то есть, ты поймешь, конечно, но у тебя никак, никаких неудобств не достает. Ну, то есть, у них же вроде есть здесь, это, ландуха какая-то понтовая, типа, они мне ролик показывают. Угу, ну, давай. Попробуем. Вот, на первую ссылку нажимай. Она даже посещённая. Future. Посмотрим. Да, без звука, какая разница, они просто, или хотя бы без звука это бессмысленно. Короче говоря, они говорят о том, что они переделали интерфейс, и всё под... Ну, мне это напоминает, знаешь, рекламу Apple. Я вот теперь не знаю, кто первый такое сделал, то есть, вот, такого типа рекламы под спокойную музычку, ты в закат сначала смотришь, потом в восход, с таким, знаешь, ну, это всё настолько очень по клише выглядит, что прям... Это, возможно, ещё ребята в 90-х про бизнес делали, ну, в Америке, наверное, такие рекламы. Ну, Apple, опять же. Не знаю, да, скорее всего, это, ну, какое-то клише наработанное, то есть, наверное, у них-то в области адвертайзинга учат уже лет так 30 в университетах, поэтому вот какие-то западные наработки используются. Ну, в общем, вон, видишь, пацаны показывают друг друга. И они показывают, что не надо никому вот эти ссылки длинные. Все хотят видеть обычное название. Мы только сайт хотят видеть, чтобы ничего не вставало перед тобой и сайтом. Угу, погружают нас. Дескать, браузер — это окно в интернет, и ничего не должно вставать перед тобой и интернетом. Да, никакие рамы вот эти толстые, именно только окно ты хочешь это видеть. Ну, я не знаю, я вот люблю интерфейсы, причём вот я люблю именно наличие интерфейсов, даже вот это я бы, ну, не знаю. Ну да, то есть тебе лучше, чтобы изображение 300 на 300 и наворотить вокруг интерфейса. Да, конечно, вот здесь вот 4 Яндекс.Бара установить, Mail.Ru, Guard и так далее, естественно. Я из этих пацанов, да. Но пишите в комментариях, что думаете по этому поводу. Мне почему-то кажется, что ничего у них не получится. Я бы хотел, чтобы у них ничего не получилось, но, к сожалению, есть шанс, что получится. Ага, ну давай к следующей теме. Ну, про новый дубль-гисик, да. Я вот пытался как-то избежать хабра, но не получилось. У них, видимо, нет своего официального блога, они здесь всё пишут, ну, дай бог. В общем, ребята сделали новый бета-дубль-гис, то есть, ну, тут написано, и мы сами знаем, что уже 15 лет он на десктопах существует, когда ещё на 95-й Windows скачивали в локальных каких-то ресурсах телефонные справочники города и так далее. Вот тогда уже был дубль-гис, это классная штука. Офлайн-карты ещё до всех Яндекс-карт, до вот таких вот удобных сервисов. До Apple-карт. Даже до Apple-карт можно было заблудиться по дубль-гису. Наверное, в ранних версиях дубль-гиса тоже как-то чё-то... Вообще плохо, наверное, всё было. Ну, нет, я пользовался, на самом деле, вот начиная вот с этой иконки, вот тут вторая в ряду, вот эту не помню, честно, вот эту уже помню, вот эту тоже, это я даже работал тогда на аутсорсе в офисах, устанавливал на дисочках, там это, ой, это было, но вот это тоже, да. Давайте посмотрим, здесь у них ролик ещё даже круче, чем у Яндекса, хотя казалось бы, как это возможно вообще. Здесь под такую же музыку, но тут ностальгическая музыка. Я даже не знаю, как-то включить бы её потом в записи. В принципе, да. И тут нам показывают, что постоянно дубль-гис, он... Да, он неизменен, он причём по центру ещё. Да, чтобы не... И VX-плеер, я не могу это... Это на самом деле дикая ностальгия всё, вот то, что показывают. Папки, не смотреть, музло. Миркс, сапёр. Неро Старс Маркс Пейн. Хелп Лайф 1. Всё прям было. Кстати, Mozilla Firefox. Вот тут уже Chrome и Vogue наши. Причём тоже Неро. А Photoshop третий. Нет, это не наши. Мы только такие, only sketch. Нет, это шутка. Ну, в общем, да, нам показывают о том, что дубль-гис он всегда был, есть и будет вот в таком виде. Вот приложение. Да, я себе поставил. Ну, ладно, давай. Новый дубль-гис. Ла-ла-ла. Поделиться. Вот так это выглядит, то есть мы в Челябинске и в Центральном. Это именно приложение, чтобы все понимали. Есть ещё и онлайн-дубль-гис. Ну да, это оффлайн-версия для того, чтобы как-то жить дальше. Мобильная версия на iOS, Google Play, там вот эти все штуки, она очень давно уже появилась. То есть, по-моему, год ей, может быть, даже больше. А вот десктопная только сейчас, но и поработали над ней на славу. То есть здесь в блоге мы можем видеть, что теперь появились такие запросы, которые типа умные запросы. Знаете, вот у нас есть такая пешеходная улица, Кировка, да? Вот кофе на рожь. Смешно. Кофе на Кировке. Так, отдалю. Ну вот эта Кировка. На самом деле у нас больше кофе на Кировке, но кофейня, может быть. Кофейня. Да, вот тут уже чуть другие показывают. Да, то есть не надо писать именно название, а просто запрос. Можно, да, писать именно покушать на Кировке, по-моему. Тоже мы с тобой пробовали. Нет, покушать как раз-таки не работает. Поесть. Да, поесть на Кировке можно. Нету здесь исконно русских вот этих людей, которые... Откушать. Да, на Медне. Давите. В общем, да, и можно посмотреть так по всему Челябинску. То есть у нас такой городок-то хороший. То есть спектакли в Челябинске. Давай. Нет. Ты давай книги. Театры в Челябинске. Вот. Театров, ну, так. Но они есть, как бы, но их немного. Книги в Челябинске уже чуть больше. Угу. Ну, а самый? Дальше идёт водка в Челябинске по количеству. То есть тут уже прям вообще хорошо. После этого идут АЗС. То есть, как это ни странно. Водку можно купить только как бы в центральных таких районах. А АЗС-то уже вообще везде. То есть во всех пригородах. Не, ну, правильно. Ну, и лидер нашего сегодняшнего чарта. Это вот тут в пределах пешеходной доступности где угодно можно залиться. Угу. И даже это прикольно. Ну, кроме этого, есть теперь 3D-вью. То есть я вот так приближаю. Мне показывают высоту зданий. То есть я, честно сказать, не знаю, было это в веб-версии или нет. Угу. Ну, это прям вообще... Это удобно. Это супер просто. Это круто. Мы теперь видим, где какие издания. А, что за на дорогах оранжевая и жёлтая? Ну, оранжевая это маршруты кого-то там. Транспорта общественного. То есть, возможно, троллейбусов. А, нет. Или, может быть, это количество проспектов. Я думаю, загруженность пробок. Ну, может быть, это эти стратегические какие-то магистрали. Не знаю. Ну, вот я сомневаюсь, что он онлайн что-то вообще подгружает. Ну, да. То есть вряд ли это пробки. Ну, вот тут жёлтенькая. Тут на Ленина, я тебе скажу, загруженность-то сохраняется. А вот здесь где-то, где Энгельса? Вот это Энгельса. Да, вот это Энгельса. И тут-то загруженность ещё больше. Нет, сейчас, да. Поэтому не соответствует действительно. Вот. И самое главное, ну, для меня, меня просто позабавляют, показывают планируемые здания. Угу. То есть вот здесь у нас западный луч, две высотки. Вот третью тоже собираются строить. Я вот не знал. Это, это... Я тоже... Там даже нет места под это, то есть... Ну, то есть есть место, но ещё не строят. Ваш гараж там где-то. Да, да. Но просто как бы, ну, можно узнать такие вещи. Вот. Монолит. Или Манхэттен. Манхэттен. Забываю всё. Я как это назвал. Вот тоже ещё тут будут шесть высоточек. Ну. Короче говоря, это прям классно. Вот эти вот... Это знаешь, кому надо приложение для бабок, которые хотят потом бастовать? Ну. Что бы там ни строили. Они смотрят по дубль-гису заранее? За два года там стоят уже. С плакатами. С одиночными пикетами. Да. Причём в слякоти, в стройке там. Чё-нибудь, не дай бог, упадёт. Ну, в общем, дубль-гис сделал классное. А, ну да, можно же и поворачивать. Это вот здесь вот. То есть вот как-то зайти с другой стороны. Но ещё когда они даже в веб-версии это сделали, то есть они добавили, что можно найти вход теперь. В общем, Fallout из иметрии. Мне стрелочка теперь показывает, как зайти в заречье управляющей компании. Так, сейчас вот. А, прям вход откуда? Прям реально, да. Так это тогда для таксистов, как подъехать к подъезду? Ну, ну и для людей вообще. Кроме таксистов есть же ещё люди. Вот здесь бомбанят люди, которые проход заделают. Да, кстати. Ой, ну короче говоря, это круто. Пользуйтесь дубль-гисом. В онлайн и в офлайн. Если пользовались, да. Ну и последняя наша тема, она в громких темах не звучала, но для нас она очень громкая. Это... Это я думаю, всем, больше всех понравится эта тема. Четвёртая. Мы как бы всегда обозреваем сайты, но стараемся от последних два подкаста, да. Вот. А сегодня мы не то, чтобы будем обозревать дизайн, хотя это тоже, наверное, можно посмотреть. Вот. А именно будем обозревать как инструмент сайта Slack, да, который является мессенджером таким. Вот давай зайдём. Или мы давай ландуху посмотрим. А здесь опять я просто буквально прощёлкаю. Тут опять видео о том, что чуваки как-то вот хреново они жили до него, и с ним сразу всё вообще изменилось. Команды стали очень плодотворно работать. Всё прям вау, вау. Да, с помощью обмена именно сообщениями, с помощью Slack. Не Skype там или чего-то ещё. Ну, то есть он интегрирует между собой вообще всё. То есть обычно же как в командах? Какой-нибудь там Jira, Skype, мессенджеры на телефонах, кто-то что-то в SMS-ке докинул кому-то. Ну, вот по-всякому это. Везде всё это разрозненная информация. Да. Теперь они вот хотят, чтобы это всё было в одном. Но что касается дизайна, мне вот этот юзабилити-приём понравился. То есть они настолько боги конверсии, что они уже просто пол сайта сделали большой кнопкой. Ну и не нажать, конечно, тяжело, но мы постараемся. Вот здесь я смотрел просто бэкграунд, сайз увеличивает на 125%. Чтобы сердечко увеличить. Это не с VG анимация, это какой-то такой скейлинг. То есть, ну, если присмотреться, оно пикселизуется, конечно. Ну ладно. Ну, бог с ним. Да, то есть вот опять. Ну, тут, кстати, уже это не одна большая кнопка. То есть это они не так хотят, чтобы я посмотрел. Но, тем не менее, очень даже уютненько у них так тут всё получилось. Ну, мы как-то... Мы зарегистрировали свою компанию, так скажем. Да, и решили, что нам удобно с этим. You've already signed into this team, you have design. Ну и сейчас мы зайдём, вы поймёте, чем это отличается от Skype и так далее. У нас здесь вот борды есть, то есть как бы channels это называется. Вот. Можно в несколько тимов вступать, я так понимаю, да? Да, она, конечно... Ну, это на разных вкладках будет. То есть это you have design.slag.com. Slack. Угу. Здесь чикс, рэндом, скринкаст, you have design, work и так далее. То есть это темы, вы выбираете темы, которые вы обсуждаете, чтобы не засорять одну и ту же, один и тот же чат одним и тем же, так скажем, разным точнее. Да. То есть можно о нескольких, будем говорить, проектах, что ли, это всё делать. То есть, ну вот, ВОВ есть. Угу. При телепорте, что ли? Меня выкинет из подземелья, вот это, да. Это же нужно обсуждать где-то. Самое главное, что? Ну, настройки здесь достаточно большие, причём вообще на вкус и цвет я вот, я себе, допустим, настроил другие смайлики показывать, как в Твиттере. Да, ну это, это бог с ним, но настройки и настройки. То есть есть десктопные приложения на OSX, на Windows, к сожалению, нет. Есть мобильные приложения в iOS, в Google Play, не Google Play, в Android. Поэтому на Windows, да, надо держать, конечно, вкладку открытой, причём, ну, все notification'ы есть, там, уведомления в Chrome, в Safari, везде. Да, вообще везде, кроме EE. Везде, кроме EE, да, к сожалению. Как бы нас не стебали за то, что мы всё ещё прикалываемся над EE. А мы не прикалываемся, я искренне хотел не прикалываться. То есть я вот на своём Windows-компьютере, рабочем опять, я пользуюсь EE, ну, то есть я на нём и не делаю особо ничего, но тем не менее пользуюсь EE и бед-то особо не знаю. То есть, ну, браузер-то нормальный, но вот десктоп notification'ы не поддерживают. Ну, бывают, то есть какие-то, опять же, огрехи бывают. Ну, давай покажи, как это выглядит. Давай, давай я, да, я напишу вот в канал random нам, допустим, посмотрим, как выглядят, как выглядят ссылки. Допустим, с Twitter. Да, здесь он технологии типа OMB поддерживает. То есть приходит не просто ссылка, если он знает, что там находится по этой ссылке, то он делает, типа, при открытии, при просмотра. Мне, кстати, у вас сейчас нет десктоп-нотификации. А, я их отключил. Уведомление. Вон, new messaging random. Если бы я их не отключил, они бы мне всплывали здесь. Ну, собственно, я сейчас их включу и ты ещё чем-то напиши. А просто у тебя картинка-то появилась? Да, у меня появилась. Френдер. Угу. Да, то есть вот Twitter, он твит прям предпросматривает. Можно сразу... Если бы была приложена, да, картинка. Да, не обязательно картинка. То есть если бы не была... Ну, то есть он же пишет yesterday, это 18.35. То есть он полностью подгружает и рич сниппет. Угу. С Instagram. У них лаги сейчас. Возможно, uwebdesign.effect. Все заходят. Ну, правда, мы и не в прямом эфире идём, но тем не менее. Но Instagram тоже, я так понимаю, показывается, да? Ну, я не знаю. Да. Вот. Вот сейчас только показался. Ну, естественно, ссылки с ВКонтакте, если прямая ссылка на фотографию, тоже показывают. Да. Тут вот лайтбоксик даже. То есть можно посмотреть всё, чего было вкинуто в эту штуку. Угу. Ну, я вот кинул Facebook. Он что-то не разворачивается. Аня вот развернулся. То есть там также рич сниппет ловит. Короче говоря, если у вас есть на странице Open Graph разметка. Вот как у этого сайта. Да. Как у этого сайта. Отличного. Хорошего. То будет также ловиться рич сниппет. Сейчас подождём ещё чуть-чуть. Непонятно, почему он так хреново работает, но вот да. Ну, нет. Быстро грузит, на самом деле. Просто сейчас я не знаю из-за чего. Да. Картиночка. Угу. Ну, и на десктопной версии, естественно, всё точно так же. То есть даже лайтбокс такой же. Что касается видосов. Надо скинь с YouTube что-нибудь, пожалуйста. Сейчас скину, да? Там. На YouTube в браузере можно даже сразу просмотр нажать видео. Угу. Ну, давай что-нибудь я тебе скину. Сейчас опять же. Что-то у тебя там пошло вообще хорошо. Ну, да, в принципе. Так. А, кстати, у меня-то и нет. Это у тебя в Chrome можно смотреть. У меня в Safari, из-за того, что флеш не установлен, у меня нет. Да, но в Chrome можно прям смотреть прямо отсюда. Ну, в Chrome здесь вот так картиночка Play ещё появляется. А как у тебя на SoundCloud? На SoundCloud у меня iFrame показывается и всё хорошо. И ты можешь запускать прям трек? Ну, давай. Давай, давай. То есть, если я тебе сейчас кину, опять же, и там просто вообще очень удобно. Ну, тут сразу просто подгружается iFrame. То есть, у них, ну, видимо, какой-то старый YouTube API, который с флешем ещё, но как бы то ни было, вот да. Это очень удобно для команд. То есть, отдельные проекты в отдельных каналах, отдельные какие-то отрасли, отдельные подкоманды, я не знаю. То есть, это можно очень сильно организовать свой процесс. Ну, как вы, наверное, уже догадались, это такая современная мирка. То есть, там же тоже были каналы. Да. То есть, можно было на каком-нибудь фри-ноуде. Но на фри-ноуде потом каналы уже нельзя было регистрировать. Какой-нибудь себе IRC-сервак поднять в локалке, на нём регистрировать канал и в нём также сидеть. Но там предпросмотра не было. То есть, ну, это, конечно, хича такая, это крутая. Кстати, можно убрать. То есть, вот, можно крестиком здесь закрыть и вообще заблочить от SoundCloud, например, Attachments. Угу. Ну, просто чтобы как-то… Ну да, чтобы не портить себе аппетитный проект. Да, да. Чтобы не портить впечатление. В общем, это здоровская штука. Попробуйте обязательно. Мы, кстати, опять же от Криса Койера, я узнал. Он писал там CSS Tricks Chronicles. Типа, что у него там опять произошло за ближайший период. И сказал, что вот так и так. Угу. Так что вот такая штука. Наверное, надо уже закругляться. Да, я думаю, да. Посворачиваю всякое. Ну, подписывайтесь на нас в соцсетях, ставьте лайки, читайте описание на YouTube, расшаривайте. Ммм, давай, кстати, этот, мощный API посмотрим у Яндекс этого на Blizzard, что не работает. А, что работает? Точнее. Так у меня-то работало. Это у тебя на виндене. Ну, давай, хорошо, мы об этом скажем. Всё равно. Вот у Никиты здесь подгружает такой предпросмотр небольшой. Типа, как сайт выглядит. У тебя тоже подгружало. У меня для Twitter подгружало. Вот так это выглядит. Уже даже и не подгружало. Ну, я не знаю, как они это делают. Может быть, из-за того, что на Google. Альфа-версия. Ну, короче говоря, альфа-версия. Вот у Никиты прозрачность на Blizzard.com не работала. А я к чему это всё? Blizzard.com-то? Потому что картиночки здесь не подгрузились? Нет. Про канал. Да, да. Наверное, скоро на недельке, на этой, может быть, на следующей будет канал UWD Games. Там позаписываем каких-нибудь видосов про игрульки. Если будут смотреть, то потом в феврале или когда там пятая GTA выйдет, запишем летсплей, как мы проходим всю GTA. Мне кажется, будет прикольно. Угу. Как ты думаешь? Ну, кто это дослушал, тот молодец, я думаю. Да, да. Ну, нет. Мы про GTA-то в любом случае позапишем. Это так. Не зависит от того, будете ли вы про рыбалку в Вове смотреть. Да. Ну, ладно. Что, подписывайтесь? Да. Подписывайтесь. Мы именно так, когда обсуждаем, что будем в конце говорить, ну, подписывайтесь, скажем. Вот подписывайтесь. Всем удачного дня. Пока. Пока.